В продолжении темы. Сегодня, 12 мая, в библиотеке Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок в Хантамансийске состоится презентация двухтонной антологии «Литературное наследие обских угров». И у нас с вами есть уникальная возможность первыми увидеть бестселлер. Встречаем ведущего научного сотрудника отдела экспертной и научно-образовательной деятельности Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок кандидата филологических наук Светланы Дениславовны. Доброе утро. Доброе утро, Светлана Селиверсовна. Вот такие красивые тома у нас уже лежат на столах. Расскажите об этом. Уместилось ли все в два тома? Все, что хотели рассказать. Вот эти два тома, наверное, в них уместилось даже не все, потому что сейчас мы опять встречаемся с авторами, которые пишут произведения, но которые не вошли в антологию. Но те авторы, творчества которых присутствуют в данных антологиях, они сегодня в подарок получат вот эти вот издания. И я думаю, что каждому автору, особенно молодому, будет держать в руках вот такие замечательные издания. И когда их имена будут рядом с известными нашими хантыйскими, мансийскими писателями, и особенно для молодых, это будет таким большим стимулом для дальнейшего творчества. И это уже наблюдается. Ну вот интересно, том 1 посвящен культуре народов манси, том 2, литературному творчеству, а том 2, это как раз вот литература ханты. Да, посвящен народу ханты, но раз ханты по численности больше, том больше. Мы смотрим, что да. А почему выбран был синий цвет, именно золотые буквы? Ну, я думаю, что он цвет неба, может быть, цвет, который каждый день человек видит, и золотые тиснения, это как будто солнце. Хорошо, а вот здесь я вижу, извини, Максим, язык народов севера, здесь в случае с первым томом, да, мансийский, и перевод на русский язык. Да, и переводы на русский язык обязательно, потому что эти переводы делали либо составители, либо сами авторы, но потом мы их редактировали. Хорошо, вот сколько времени потребовалось вообще, чтобы собрать данный материал, чтобы уместить все это в 2 тома, напечатать? Ведь это, ну, это, мне кажется, куча, масса проделанной работы, очень большая проделанная работа. Дело в том, что в течение 10 лет мы работаем вот над литературным творчеством, пишем научные труды, защищаем диссертации. И в 2015 году, в год литературы, за счет гранта РГНФ, эта работа как бы более так продвинулась в плане того, что мы стали выявлять новые имена в любой глубинке, в любом городе. Люди, которые вот пишут, но они как бы не выходят вот на арену, чтобы рассказать, ознакомиться своим творчеством, стесняются некоторые, некоторые для себя пишут. И вот с многими мы познакомились, и вот в этой антологии 30 имен, ну, конечно же, здесь есть и Юван Шесталов, и Анна Митрофанна Конькова, но новых имен тоже очень много. Здесь 44 автора в хантыйской литературе, и здесь 200 произведений, здесь 400 произведений. То есть те авторы, которые только начинают писать, естественно, у них произведения, если поэтические, то мы брали примерно около 10 произведений. А есть авторы, которые уже наработали большой материал, признанные авторы. Их произведения представлены именно те произведения, которые заслуживают такой самой-самой высокой планки. А можно ли назвать имя автора проекта всего, или это целая команда занималась? Ну, я назову, наверное, имя автора проекта, за счет которого вот эта работа возобновилась. Это доктор филологических наук, заместитель нашего директора Обско-Угорского института, Елена Викторовна Косинцева. И вот она сплотила людей, которые интересуются литературой. Она собрала команду, получается. Да, но это тоже так, своеобразная команда. И весь институт как бы работала, но в то же время это и есть команда. Я просто могу назвать Людмилу Панченко, это научный сотрудник Мансийского отдела. Потом Светлана Денисламова, это я, получается. И Людмила Андреевна, которая тоже задействована в этом. Но помимо этого здесь у нас помогали, очень большой вклад внесли Валентина Соловар, доктор филологических наук, Анастасия Шиянова и другие сотрудники наши. Вот скажите, а простому читателю, югорчанину, где-то можно найти на книжных полках? Да, и просто ценителю, чтобы было у него в коллекции, ведь это вот прям как два слитка. Да, я, наверное, поделюсь таким небольшим секретом, а может это и не секрет. Есть сайт Обско-Угорского института, и там есть электронные версии этих книг, этих изданий. И там они прямо перелистываются, и можно полностью ознакомиться вот именно с электронной версией. Нет, но вы же понимаете, что держать книгу в руках, ну это ничего не заменит, никакой электронной истории. В нашей библиотеке эта книга будет, и у каждого автора, пусть знакомятся с авторами, и они поделятся, что вы прочитали. Можно там найти автора по душе, скажем так, да, и потом уже прикоснуться более плотно к его творчеству. Конечно, тираж небольшой, и поэтому я думаю, что... Но в библиотеках это, конечно, уже вариант, уже доступен для всех. И презентация. Сегодня, да, когда состоит? Сегодня презентация состоится в 15.00. И если желающие ознакомиться с литературой, с писателями нашими, пожалуйста, приглашаем вас в Обско-Угорский институт прикладных исследований и разработок, кабинет 308. Это научная библиотека, и там будет Еремей Данилович Айпин, Андрей Тарханов, Мария Кузьминична-Вогатова, и еще малоизвестные, может быть, авторы, Мария Двинянинова и другие. Спасибо вам большое, дорогие телезрители. Планируйте сегодняшний день, у вас есть возможность осуществить такую замечательную встречу с интереснейшими людьми. Светлана Селиверстовна, вам желаем хорошего продолжения дня. До новых встреч в нашей студии. С вами не прощаемся, скоро встретимся. Спасибо. Спасибо.